В последних числах октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, сосудистого заболевания головного мозга. Ежегодно в нашей стране регистрируются около полумиллиона случаев. В основном это старики, но в последние годы недуг настигает и людей среднего возраста, и молодежь. Существует много факторов, влияющих на болезнь. Ровно столько же и способов борьбы с ней. Именно об этом говорили врачи Видновской поликлиники во время открытой лекции в Центральной библиотеке. Это вообще первое такое наше совместное предприятие. Я думаю, что это очень важно, потому что кто-то не может дойти иногда, посидеть в очереди в больнице или в поликлинике. А здесь, пожалуйста, мы всех собрали с утра. Пожалуйста, можно пообщаться с докторами, можно послушать лекцию. Лекторы много говорили о здоровом образе жизни, правильном питании, умеренной физической нагрузке. Часто от инсульта страдают люди с лишним весом. При избыточной массе тела, кстати, повышается холестерин, превышенное количество которого напрямую влияет на сбой в работе сосудов головного мозга. С возрастом происходит сужение просвета сосуда за счет того, что холестерином окутывается сосуд и сужается его просвет. И за счет этого нарушается кровоток магистральных сосудов, включающих и питающих головной мозг. И случаются инсульты, соответственно, на этом фоне. Также специалисты рассказали участникам мероприятия о том, как распознать инсульт и какие меры стоит предпринимать, оказывая первую помощь. Помимо этого, люди в белых халатах предложили собравшимся пройти экспресс-консультацию, измерить давление и сдать кровь из пальца на сахар. Судя по количеству пришедших, население Ленинского района обеспокоено вопросом профилактики инсульта и стремится узнать о нем больше. Познавательно очень. Очень довольна. Спасибо большое за такую вот организацию дела. И, в общем, людям, которые, в принципе, эту проблему озвучили, потому что она моя личная, очень глубоко личная. Я гипертоник с большим стажем. И, в общем, все, что я сегодня услышал, очень полезно. Одной из мер профилактики инсульта является регулярное прохождение диспансеризации. В наши дни этот процесс доступный, бесплатный и нетрудоемкий. Пройти обследование можно в Видновской поликлинике с понедельника по субботу с 8 до 10 утра. А 10 ноября состоится продленный день диспансеризации до 13 часов. Юлия Погося, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Спасибо. 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 Спасибо.